На несколько дней чубаксары вновь стали спортивной столицей. Теперь уже вольной борьбы. Итоги проведения престижного соревнования Кубка Мира глава Чувашия Михаил Игнатьев обсудил с организаторами и участниками. Генеральный директор Федерации спортивной борьбы Японии Хидеаки Тумияма в прошлом сам спортсмен, олимпийский чемпион и обладатель многих кубков и наград мировых первенств. Отметил, что часто бывает в России, но особенно теплый прием увидел именно в чубаксарах. О хорошей организации соревнований говорили и представители Испанской автономной области Галисия. К слову, испанская команда отметила как комфортные условия организации тренировок, так и размещение. Мы будем рады сотрудничать и в сфере туризма, так как он представитель президента Галисии. И мы приглашаем туристов российских к себе. И в то же время мы с удовольствием приедем к вам сюда, в Чубаксар, потому что нам город очень понравился. Перед первенством многие команды провели в республике тренировочные сборы. Комплекс всех услуг позволяет организаторам рассматривать Чубаксары как центр развития женской борьбы страны. Мы рассматриваем именно Чубашию, Чубаксары как центр развития женской борьбы в Российской Федерации. И здесь созданы все условия для этого. Прекрасные залы. Отрадно отметить, что многие команды, мировые лидеры женской борьбы, они здесь проходили сбор. Сейчас, буквально накануне Кубка мира. Не случайно здесь присутствуют все ведущие державы мировой борьбы. Это первое, что японцы. Это неподражаемая команда. По-настоящему, как бы это не прискорбно для нас не звучало. Но и мы это, в общем-то, не без уважения говорим об этом, что это сильнейшая команда в мире, в составе которой на сегодняшний день четырехкратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка. Это, вообще-то, наследие уже, скажем так, исторической мировой борьбы. Американцы здесь присутствуют, невзирая на непростую погоду. Они приехали не в Москву, не в Санкт-Петербург. Такой знакомый, уже понятный для всех, даже с политической логистики. И приехали в Чувашию. И увидели этот уютный, очень светлый, по-настоящему добрый город. И очень предоспорожен к развитию физической культуры, спорта, большого спорта.